Хоба, привет, с вами доктор Влад Мусперий, соскучится. 20 градусов у нас. Ребят, ну это опять не новость, конечно. Ребят, я обратился с просьбой помочь, да. Но поскольку у меня в основном, вот из моих 100 тысяч подписчиков, я думаю, больше половины из бывшего СССР, ну то есть из страны Советов, и я Советов наслушался, Бог знает сколько. Вот я вам рассказал в прошлый раз случай про 8 мая, ну день матери, да. Зря вы так погорячились, ушли бы погулять с собачками подольше. Ну да, с хромой собакой, Миша тогда хромал, и я тогда в основном лежал после больницы, сразу после инсульта, да. Ну вот тут одна, ну я сказал на 3 часа, да, примерно. И вот пишет Людмила Груша, судя по фамилии, наверное, с Украины, всего-то 3 часа взяли бы с собой еду и в парк или за город с перерывами на отдых для себя и собачек. Это же полезно и интересно. А то я не за городом живу, да. Это всё равно, как я бы посоветовал, ну не знаю, монголу какому-нибудь. Ну что, не получилось с женой? Ну вот можно другую юрту построить и что-то такое прочее. Ребят, да ну не лезьте вы с советами, вы совершенно не понимаете, как у нас дела обстоят в Америке. Ну вот сейчас я буду больше говорить даже не для странных советов, а для тех, кто недавно в Америке и ещё не успел понять, как здесь дела делаются. Просто приведу пример. Пример на одного нашего соседа. Мы его называли электрик, не важно почему. Ну как-то его надо было назвать. А он один раз, когда был ураган, у нас не было света, а у него почему-то был. Как-то там странно оборвалось. И он нам протянул через дорогу удлинитель, ну наш удлинитель. Вот хотя бы для того, чтобы включить холодильник. Вот ну с тех пор мы его называли электрик. Вот он жил в доме больше, чем наш, побольше, наверное, 4 у него спальни было. Вот один совершенно. Сколько ему лет было? Ну где-то лет 80. Ну наверное, я не знаю, дети разъехались, но может быть жена умерла. И вот прося о помощи американцев, и я не просил советов от русскоговорящих бывшего совка, вот, я имел именно вот это. Полно людей, если уж напротив нас, в случайном месте, да, жил человек в большом доме, один совершенно. К нему приезжали убираться какая-то парочка, ну не помню, где-то раз в две недели примерно. Ну видно, что семейная пара, ну так они обращались, да. А вы, кстати, знаете, это анекдот, как в театральном училище попросили изобразить семейную пару в гостях, не говоря ни слова. Вот. И, значит, пятёрку получила парочка. Стоят они в коридоре, ну уже собираются домой, одеваются. Он вынимает у неё из кармана носовой платок, сморкается в него и кладёт ей назад. Ну вот, да, это семейная пара. Ну и тут тоже можно было понять, что семейная пара приезжала к нему убираться. А потом он куда-то делся. Я, ну не помню, скорой вроде бы не было, может быть, куда-то уехал. Ну ему одному было страшно скучно жить. Вот я именно это имел в виду. Если у вас есть такие знакомые. Одному скучно. И, ребят, не скрою, что мне вот совершенно одному будет скучновато. Вот. И я говорил насчёт плюшек, какие бывают плюшки в Америке, да. Вот если меня кто-то пустит домой, да. Ну, во-первых, это, ну у меня пенсии не хватит, конечно, оплачивать. Вот это оплачивает государство. Ну, за комнату, да, скажем. Вот. Мало того, если человек, вот, или женщина ещё более-менее себя бодро чувствует, ну не ходит, скажем, ну в смысле ходит ровно, да. Вот. И в принципе этот человек, вот те самые плюшки, он может ещё получать денежку по уходу за мной, поскольку я считаюсь после инсульта, значит, мне требуется вот уход, понимаете. Вот. То есть вот я ищу примерно это, понимаете. Да, ну я уже чувствую, потому когда я первый раз рассказал, вот когда этот был ролик, да, ничего, никаких следов абсолютно, да. Вот. И не надо меня приглашать ни в Украину, ни в Воронеж. В Воронеж, кстати, разбомбили, я слышал. Вот. Я отсюда никуда не уеду. Ещё года два назад я загоряча в ППХ написал, что я лучше... Вот предложите мне миллионную квартиру в Москве, да, или коробку где-нибудь в Сан-Франциско для бездомных. Вот я буду жить в коробке, понимаете. Ну вот сейчас какие варианты, я не знаю. Если вы мне никак помочь не можете, то есть у вас нет таких знакомых, вот, то, ну не знаю, буду порабатывать какие-то другие варианты, я не знаю. Но, ребята, пожелания счастья я воспринимаю с удовольствием. Вот. И, ну, всё будет хорошо, это тоже, это здорово, что вы так пишете, значит, вы мне желаете добра. Но советов не надо никаких, ребята. Спасибо за советы. Я же говорю, вы не будете советовать монголу. Вообще-то, да, советский человек будет советовать и монголу, и какому-нибудь северному самоеду, или как их немцы там, нанайцы, да, он будет и ему советовать, как лучше выкопать пещеру в снегу, иглу их, кажется, называется. Вот. Да. Ребят, я вас прошу, не надо. Я уже одного удалил, который посоветовал мне избавиться от собак. Если бы не было собак, конечно, было бы всё гораздо проще. То есть, жильё, в принципе, мне с моими, ну, элементарными потребностями найти несложно. Вот. Но у меня две собаки. В этом всё дело, понимаете. Ну, наверное, всё. Не знаю, как назвать, но как-нибудь не назову. Пока. Пока ничего... Пока. И пока опять второе, да. Пока ничего не изменилось. Ну, ладно.